Ты пленил наше сердце И мы славим Тебя сегодня Мы собраны в церкви Так как в многих других местах в Москве Люди собраны сегодня Чтобы славить Тебя И мы благодарим Тебя за Библию За Слово Твое И пусть оно, Господь, сегодня Тоже станет живым, Господь Внутри каждого из нас Во имя Иисуса Амин И амин Слава Господу Давайте мы прославим Его И спасибо, друзья, спасибо вам большое И Пожалуйста, садитесь И еще раз Добро пожаловать всем На собрание воскресенье днем Это воскресенье Мы празднуем День Троицы Который также называется Праздник Пятидесятницы Что такое более библейское название Касательно дня Когда Дух Святой сошел на учеников День, когда все изменилось Когда группа была собрана в горнице в Иерусалиме И они на самом деле не знали, что будет происходить Но в День Пятидесятницы Церковь родилась Сила пришла Тем, кто ожидали этого И их жизни изменились навсегда Так же и весь мир Сегодня мы будем говорить о Пятидесятнице Мы будем говорить о Духе Святом Потому что мы знаем И от всего своего сердца мы верим Что то, что произошло в День Пятидесятницы До сих пор происходит по всему миру Бог не изменился Он по-прежнему изливает Свой Дух на всякую плоть И Он по-прежнему дает жаждущему пищу Он по-прежнему говорит Блаженный нищий духом Блаженный те, кто приходит в Церковь Говоря, Боже, Ты нужен мне сегодня Измени мою жизнь Наполни меня Блаженны Вы Если Вы с таким отношением пришли в Церковь Потому что, как Он наполнил сердца учеников Он по-прежнему наполняет сердца людей сегодня Если Вы верите в это Давайте Вас дадим Господу славу И давайте благословим Его имя И давайте откроем книгу Деяний Первую главу Я хочу поделиться Словом Божьим с Вами И потом мы также помолимся вместе Деяние 1 С 4 стиха И собрав их Он повелел им Не отлучайтесь из Иерусалима Но ждите обещанного от Отца О чем Вы слышали от Меня Ибо Ян крестил водою А Вы через несколько дней после сего Будете крещены Духом Святым И также 8 стих Но Вы примите силу, когда сойдет на Вас Дух Святой И будете Мне свидетелями в Иерусалиме И во всей Иудее и Самарии и даже до края земли Аминь В соответствии с Лукой, который написал книгу Деяний Это были последние слова Христа И в следующую секунду Он был вознесен на небо Исчезая в облаках Но последнее, что Он сказал им Были именно эти слова И если они были последними Значит, они должны были быть важными Если человек знает Особенно если этот человек Иисус Христос Что это последнее, что я скажу То Он бы подбирал Свои слова очень внимательно Аминь И в тот день Все было решено Христос уже умер И уже воскрес и смертый И все было готово И что на самом деле ошеломляет Что Он говорит им Ждите Можно было бы более ожидать Давайте, бегом Распространяйтесь Проповедуйте Евангелие Но нет же Он говорит Ждите Ничего не делайте Хотя ваша миссия такая важная Отсюда до края земли Не идите пока Потому что у вас есть что-то Но вам чего-то также и не достает Аминь Вот это и есть слово на сегодняшний день Потому что хотя Христос умер и воскрес И я уверен Они были спасены Или рождены свыше Если хотите использовать эту фразу Христос вдохнул свою жизнь на них Я верю Их грехи были прощены Я верю, что их имена были записаны в книге жизни Но при этом Но при этом Он говорит Вам чего-то не достает И вам надо подождать Была некая беспомощность там Которую так важно было понять Потому что церковь Нуждается В учении Церковь нуждается Правильных доктринах Абсолютно Но церковь Также нуждается в силе Аминь Вы со мной сегодня? Я сказал, церковь также нуждается в силе Вот почему Христос сказал Ждите в Иерусалиме И вот они ждут В горнице Я Барфоломей А ты кто? Я Иоанн Ты Иоанн сегодня? Вчера ты был Андрей Подумал А почему подумал? Ученик любви Скромный наш брат, да? А мы ждем Ждем У нас есть Спасение Спасение, да И прощение Да, и мы знаем, что Иисус воскрес Да А что мы ждем? Мы ждем, потому что Иисус сказал ждать А что ждать? Духа Святого Аминь Аминь И они ждали Почему? Потому что что у них было? У них была исполнена работа Христа У них было Прощение грехов Но у них не было Силы, которая им нужна Чтобы идти в этот мир И быть свидетелями, какими они должны были быть И это ситуация В которой церковь также может оказываться иногда Мы знаем, что делать Но как бы нам не достает силы Недостает радости Энергии Силы Чтобы идти и делать то, что мы должны делать Вот почему то, что нужно было им Нужно также и тебе и мне То, чего надо было им ждать И нам надо об этом с вами молиться В нашем поколении Как и нашим детям понадобится в их поколении Потому что то, что произошло В день Пятидесятницы Сделало их готовыми Быть свидетелями Которыми Господь их призвал быть Тот день изменил Он не изменил их отношения с Богом касательно спасения Но это дало им То, что им нужно было иметь Чтобы исполнить то великое поручение Которое Господь дал им Потому что всякое доброе идет от Бога Он дает мудрость Чтобы ты мог отвечать правильно Бог ведет тебя Вы когда-нибудь получали слово от Бога Когда вам нужен был ответ Что делать, что не делать У меня такое постоянно Много лет назад я спрашивал Господа Мне жениться вот на той девушке Бог сказал Никак Я сказал Может быть вот на этой И Господь сказал Никогда Я сказал А как насчет Ранди? И он сказал Торопись И она была той И я женился на той, которая у Бога была для меня Потому что одно из имен Христа советник Он дает мудрость Он дает руководство Он дает мир Он дает радость Но ты никогда не должен забывать Он также дает силу Аминь И какая ситуация была с учениками Что у них было что-то Но также им чего-то недоставало И это не проблема Это не проблема признать это Иисус сказал им прямо Он их не осудил Он их не обвинил Он просто сказал Вам не достаёт силы И блаженны вы Когда вы знаете Чего вам не достаёт Потому что тогда вы будете обращаться к Богу Библия говорит Если вам не достаёт мудрости Не жалуйтесь Но просите у Бога, который даёт всем доброходно, кто просит у Него Аминь Если вам нужно руководство Признайте это И просите у Бога это водительство И Он даст вам это водительство И Если вам не достаёт силы Это не проблема Признать это Но надо знать Что Он даятель Он даёт крепость немощному Он даёт силу Чтобы быть свидетелем В каждом поколении Он даёт силу Чтобы встать в Иерусалим И сделать то, чего ты никогда раньше не делал Он сделал это с Петром Он сделал это с другими учениками Он сделал это со мной И Он делает это с каждым Кто призывает Его имя Итак Блаженны Нищие духом Блаженны те, кто говорят Ты нужен мне Мне нужно обновиться Мне нужна новая сила в моём хождении с Богом Блаженны те Кто алчат и жаждет праведности Потому что они насытятся И блаженны те Кто приходят в церковь в день Пятидесятницы И говорят Бог Наполни меня Духом жизни Аминь Потому что это то Что произошло здесь Как пример для тебя и для меня Чтобы мы могли видеть Что произошло с ними Хорошо Итак, они должны были принять силу Но как это произошло? Как же они приняли эту силу? Это обещанное от Отца, о чём говорил Иисус Ответ находится во второй главе Это то, что произошло Первый стих При наступлении дня Пятидесятницы Все они были единодушны вместе И внезапно Скажите, внезапно Внезапно Сделался шум с неба Как бы отнесущегося сильного ветра И наполнил весь дом Где они находились И явились им разделяющиеся языки Как бы огненные И почили по одному На каждом из них И исполнились Духа Святого И начали говорить на иных языках Как Дух давал им провещевать Вот так оно произошло И послушайте меня сейчас Как этого не происходило? Это не происходило так Что они сидели и слушали лекции Это хорошо Но не так оно произошло И не было так, что влияние Постепенно пришло к ним Это тоже могло быть Хорошим чем-то Но не об этом говорит Библия Библия говорит Что они внезапно В мгновение Исполнились Духом Святым Что же это такое? Как человек может исполниться Духом Святым? Если подумать в физическом плане Вот у меня два стакана Один пустой Один полный воды Если мы говорим слово Исполнились То легко это понять Когда мы говорим О физических вещах Если я хочу наполнить Стакан здесь Мы все это понимаем Стакан был пустой Теперь что-то наполняет его Аминь? И ребенок это поймет И иногда Конечно не так легко Объяснить духовную реальность Человеческими словами Но Библия использует слово Исполнились Потому что мы с вами Мы в первую очередь Духовные существа У нас у всех есть тело Но мы созданы по образу Бога У нас у всех есть Дух Который будет жить И тогда когда тела Уже не будут жить Это настоящий ты И когда сказано Они исполнились Духа Святого Я верю что это просто означает Что их дух Наполнился присутствием Духа Божьего Так что это изменило их навсегда Точно так же как вода Наполняет этот стакан Таким же образом Духовно Божий Дух наполнил их изнутри Хотя они уже были спасены Уже примирились с Богом При этом это наполнение Было очень-очень реальным И вот у них есть что-то Чего не было до того Присутствие Духа Сила которую Дух дает Которая сейчас с ними Потому что с этого момента Эти ученики Уже стали другими Это то чего им надо было ждать И это то чего также и я ждал Чуть позже в проповеди Я поделюсь И расскажу о своем свидетельстве Но это то что мы видим Во многих местах Библии До того как Ян Креститель родился Когда его мать Элисавета была беременна ребенком Сказано что Мария Мать Иисуса Пришла навестить Елисавету И та тоже была беременна Христом Когда Елисавета увидела Марию Библия говорит Ребенок взыграл в очреве ее И Елисавета исполнилась Духом Святым И начала пророчествовать Она не знала как это делать Но вдруг Дух исполнил ее И она начала говорить о Марии И о том что будет То же самое с папой Иоанна Захария Он немножко был такой медленноватый Он особо не поверил тому что Ангел сказал что у него будет сын Ангел сказал Из-за этого ты не сможешь говорить Во время всей беременности Поэтому он был нем Но когда Иоанн родился И его отца спросили Как назовем его Мы-то сами думаем что надо назвать его Захари Он сказал нет Он написал имя ему Иоанна И тогда Библия говорит Что он исполнился Духом Святым Что он исполнился Духом Святым И его уста открылись И он начал пророчествовать Он начал прославлять Бога Его нельзя было остановить Но он молчал уже 9 месяцев Поэтому Луки 1 глава Самая долгая Глинная глава В Новом Завете Он продолжает пророчествовать Почему? Потому что он исполнился Духом Божьим И даже о Христе сказано Что он в своей человеческой природе Исполнился Духом Святым И в день Пятидесятницы Это было исполнением всего этого Обетованное от Отца То, что произошло с учениками И эта встреча Произошла в конкретный день Это был не какой-то период времени Это был день Это был момент дня Это было переживание Которое они все ощутили Когда Дух сошел на них И оно изменило их навсегда И Оно было также возвращающимся переживанием Аминь Посмотрите, пожалуйста, Деяние 4 Потому что это произошло раз Но потом Библия говорит После этого они продолжали Исполняться Духом Святым В этом есть природа церкви Послушайте меня, пожалуйста Нам нужно подумать о себе Как о беспомощных Беспомощных без Бога Что мы можем? Мы ничего не можем, не можем Мы не можем спасти человека Мы можем петь где-то в других местах Скажем, в театре где-то Но там нет жизни Если Бог не приходит Нам нужен Дух Святой И нам нужно исполняться Духом Святым Они бы немножко боялись Они прятали Но Бог не хочет, чтобы церковь была такой Бог хочет, чтобы церковь была наступательной В общество Делиться любовью Божьей с людьми И мы видим, например, в день Пятидесятницы То, что произошло с Петром Он стал другим человеком Во время пасхальной недели Он был самым большим неудачником Все, что у Петра неправильно Во-первых, он громко обещает перед всеми Что никогда не отречется от Христа И потом все это записывает Чтобы это было в Библии И вот он отрекается от Христа И это тоже записано И это сбережено на все поколения, чтобы все знали Потом он убегает И все у него не так И он прячется И все плохо, плохо, плохо И вот Приходит день Пятидесятницы И он исполнился Духом Святым И вдруг Он другой человек Вдруг Он встает в Иерусалиме Перед всем городом Не боясь никого И он проповедует Евангелие Покаетесь, вы грешники Вы распяли Христа Но он сам отрекся от места Но он забыл уже об этом Вы распяли Христа, он говорит И вам нужно быть спасенными И есть смелость на нем И все такие Вау Что произошло с ним Но то, что произошло с ним Не имеет никакого отношения к психологии Не имеет никакого отношения К изменению характера Или к тому, что ты соберешься наконец То, что произошло с Петром Имеет отношение лишь к одному К Духу Святому Давайте воздадим Господу большую славу Это единственное, что произошло Он исполнился Духом Святым И вот он встает Вырос в Иерусалим И он проповедует с такой уверенностью Что тысячи людей Они чувствуют жало в теле И они каются и отдают свою жизнь Иисусу Через несколько дней Он и другие ученики были арестованы Из-за исцеления одного человека Из-за того, что они продолжали Пробовывать Евангелие в Иерусалиме И вот их вывели, чтобы они могли защититься Привели к правителям, старейшим Израилем И сказано в 13 стихе После того, как они уже сказали свою речь Видя смелость Петра и Иоанна И приметив, что они люди не книжные и простые Они удивлялись Вот это слово «удивлялись» — оно важное Они не могли понять, что с ними произошло Потому что они привыкли Когда людей вот таким образом допрашивают Видеть их боящимися О, да, простите, простите Потому что эти ребята Могли убить их Вы помните, что произошло со Стефаном? Они побили его камнями без суда И вот здесь Петр Этот рыбак Совершенно бесстрашный Он проповедует Он говорит им об Иисусе И они удивляются Что это такое? Это церковь Это природа церкви Это то, чего им недоставало до Дня Пятидесятницы Вот почему Иисус сказал «Ждите» У вас есть что-то Но также у вас чего-то нет У вас есть очищение, ступление Но у вас не хватает силы Но когда обещанное от Отца исполнится Тогда вы будете готовы И это время сейчас Вот сейчас они стали готовы Может быть это немножко драматичный пример Но он говорит о тебе и обо мне Нам нужно то, что нужно было Петру Для нашей жизни И для наших обстоятельств Позвольте прочитать еще парочку мест С 18 по 20 стихи Продолжается суд как бы И призвав их, приказали им отнюдь не говорить И не учить о имени Иисуса Но Петр и Иоанн сказали им в ответ Судите, справедливо ли перед Богом Слушать вас более, нежели Бога Мы не можем не говорить того, что видели и слышали Аминь Когда ты это видишь Что-то такое здесь взывающее Когда ты видишь эту смелость Не напыщенность Не полнолюбие Но силу, которая была у этих людей Когда они говорят, мы запрещаем вам Упоминать об имени Иисуса в этом городе И они сказали Мы просто хотим вам сказать Независимо от того, что вы говорите Независимо от того, как вы нам Угрожаете Мы Не прекратим говорить Можно было бы выбрать более дипломатичный ответ Но Петр был новым человеком Он не был таким раньше Что-то Произошло с ним Кто-то Наполнил его дух И это было обещано отца Этого стоило ждать И вот эти два человека стоят И Иоанн и Петр И говорят этим людям Мы будем продолжать Мы будем говорить об Иисусе И все те почувствовали Такого мы еще раньше не видели Это природа Церкви Это то, что Церкви нужно В 21 веке Когда так много всего Что пытается сделать Церковь незначительной Голоса, которые пытаются сказать Да, Церковь несовременная Христианские ценности Они уже исчерпали Срок действия Или это сила Отмеченная от Отца Которая нужна Церкви Нам не нужно собираться вместе Вот так вот, чтобы делать Пытаться как бы друг друга Накачать Нам нужна реальность Исполнение Духом Святым Вот где сила Вот где крепость Которой нужны Церкви Быть свидетелем Отсюда И до края земли Аминь Но также мы видим Что хотя Они изменились в день Пятидесятницы Что они продолжали молиться Чтобы Бог наполнял их снова Хотя вот этот первый раз был как прорыв Мы читаем в четвертой главе В тридцать первом психе И по молитве их Поколебалось место Где они были собраны И исполнили все Духа Святого И говорили Слово Божие С дерзновением Аминь Вот здесь сказано Что снова Они собрались вместе И помолились Богу Божьим Наполни нас снова Духом Святым Потому что в жизни Какие-то вещи выступают против тебя Мы все можем немножко уставать Высыхать Духовные атаки переживать И всякие беспокойства жизни Вот почему Библия говорит Приходи Пей Приходи Получай Не думай, что тебе нужна только физическая еда Не беги только в Макдональдс Или в Ашан Или В метро Окей На таком уровне Аминь Окей Не беги только туда Тебе также нужна еда для твоего Духа Делай то, что они делали в Деяниях 4 Время от времени Вставай на колени И говори Боже Дай нам силу быть свидетелями Христа Наполни меня снова Духом Святым Я не хочу высохнуть Я не хочу стать отступником Я не хочу потерять Свою смелость во Христе Я не хочу потерять своего свидетельства Нет Я не хочу потерять огня в своем сердце Наполни же меня снова, Господь Они молились об этом И Бог делал это для них Для Петра И Мария И Иоанна И Барфоломея И для всех их Потому что Он дает Жаждущему пить И Библия говорит, что они все Исполнились Духом Святым И говорили слово смело И весь народ сказал Теперь позвольте мне немножко сказать С вами поделиться Своим свидетельством Это не из Писания Просто мое свидетельство Чтобы ободрить вас Потому что я вырос в христианской семье И у меня была ясность Относительно моего исповедания Христа Я проходил через трудности Но никогда не колебался Относительно принадлежности Иисусу Но когда мне было примерно 20 лет Я почувствовал жажду в своем сердце Я читал книгу Деяний Я видел, что происходило там И я жаждал этого переживания Этой близости Силы Даров Духа И чудес и знамения, которых я читал в Библии Дух Святой Духа Святого говорили на языках Мой отец исполнился Духом Он был исполнен Духом с юности И я стал жаждать этого И я был на собрании На маленьком собрании Я там был проповедник Там был проповедник, который пребывал простую проповедь Из Деяния 2 О Духе Святом И потом он сказал Есть ли кто-то здесь И вы хотите исполниться Духом Святой И я встал И пошел вперед И мы помолились вместе Я помолился Он помолился Он возложил руки на меня И вот там Именно в тот день В тот момент Дух Господа сошел на меня Я начал молиться на иных языках Как мы читаем Библию И я почувствовал силу Божью Настолько буквально на мне Когда это произошло Для кого-то это может быть очень эмоционально Для некоторых Вообще не эмоционально Для меня Это было очень эмоционально Но это не обязательно должно быть именно так Это духовная реальность Но я переживал То, что я читал об этом в Библии И с того дня Я уже был другим Была смелость на мне Чтобы делиться И говорить о Христе Дары Духа начали функционировать в моей жизни Пророчества Языки Толкования языков Слово знания И так далее Моя духовная жизнь изменилась И более того Я обнаружил Что я могу приходить и пить Всякий раз, когда я хочу Я могу возвращаться и говорить Мне нужна эта сила сейчас Я помню, например Знаете, для меня это было настолько буквально Настолько конкретно Первый раз, когда я проповел на собрании Может быть, вы слышали эту историю уже Но тем не менее Когда я вернулся домой Из библейской школы Свою церковь в Норвегии Я сам родом из маленькой, но очень влиятельной церкви Она была как центр харизматического пробуждения Несколько больших конференций на год И верующие со всей страны Норвегии и других даже стран Смотрели на эту церковь И пастор был одним из самых известных Духовных лидеров всей страны Но за несколько дней до окончания библейской школы Произошел большой скандал И он ушел И я возвращаюсь домой И вот в церкви нету пастора И я до сих пор помню Как совет старейшин собрались Лидер посмотрел на меня и сказал Теперь у нас нет пастора Но у нас есть Мацула Он отучился в библейской школе Ну да, в принципе, да И он посмотрел на меня и сказал И с этого дня Ты будешь духовным лидером церкви И я сказал Да хранит вас Господь Что вы сказали? Ты будешь духовным лидером церкви Я помню то первое воскресенье Как день вчерашний Я стою на первом ряду И чувствую, как будто умираю Я буду проповедовать в этой церкви И они поют И я надеюсь, что они будут петь вечно Но приходит момент И мне надо подняться Мое горло вот таким было Лучше так показать Я также помню Что произошло Когда я поднялся И открыл свою Библию И вдруг Страх ушел И больше не возвращался Я почувствовал смелость Как лев И я проповедовал Слово Божье им Я, конечно, уверен, что Я думал, что проповедь лучше, чем они на самом деле думали о ней Ну и что? Этот день Я обнаружил В чем заключается День Пятидесятницы Хорошо И необходимо Знать Библию Хорошо и необходимо Учить Учиться Но тебе также нужна сила Если ты хочешь быть свидетелем до края земли Аминь И что произошло со мной в то утро Должно быть что-то подобное тому, что произошло с учениками Аминь И так много раз я вспоминал об этом Например Через пару лет после того Меня позвали из национального телевидения Норвегии Я вообще не выступал на телевидении до этого А у них была программа о сексуальности Ну я не знаю, как они меня нашли Пусть говорят по-норвежски Ну просто пусть говорят по-норвежски Он намного спокойнее, чем пусть говорят по-русски По-русски больше пусть кричат Или что-то связано с характером нации Но тем не менее И там были всякие эксперты И там были всякие эксперты И я сидел там И я вообще не знал, что мне сказать Я чувствовал себя боящимся И вдруг ведущий Показывает на меня Вот вы христианин Ну что вы скажете? И в тот момент Вдруг Страх ушел Вдруг Я почувствовал, что могу обратиться ко всему миру И я им сказал Я верю в Библию В то, что Бог сказал Что это пребудет вечно Я стоял за то, что Библия говорит И там была группа, лоббирующая гомосексуализм И я помню, как они смотрели на меня На то, что Христос сказал Ждите обещанного от Отца Вам это понадобится И это будет очень реальным И Бог даст вам Он даст жаждущему пить Если вам не хватает силы Не проблема Но признайте это Признайте это себе И идите к Богу И скажите У меня есть вот это, есть то Но вот силы не хватает И Он дает силу слабому Он дает силу быть свидетелем Мой отец Мой отец был известным спортсменом Как вы знаете Когда он радикально был спасен Он хотел стать проповедником И он также жаждал крещения Духом Святым И для него это было другое переживание Для разных людей разное переживание Он молился, молился и молился Ничего не происходило И потом как-то он молился И он почувствовал в сердце У тебя там какие-то финансовые дела Которые не приведены в порядок в обществе И это неправильно И мой отец сказал Да, это неправильно И он пошел Потратил необходимые деньги Навел порядок Вернулся домой Склонил колени помолиться И вот там В тот момент Дух Божий сошел в него И там он один В комнате Начал молиться на иных языках Исполнился Духом Ему сейчас 89 Он до сих пор уволится Он как Захария Которого невозможно остановить У нас у всех разные истории В Норвегии Мой пастор Он был мэром города Очень такой достойный человек Очень серьезный Очень серьезный Но в церкви шло пробуждение И люди наполнялись Духом Святым И он начал жаждать этого тоже Но он же был мэром И вот он оказался на харизматической конференции Где, знаете, славили, молились По-всякому А он не мог этого делать Он сказал мне сам об этом Он отправился назад в зало Где никто его не видел И вот так сделал Вот немножко постарался, попробовал И это было не опасным Он обнаружил Я тоже могу петь Господу таким образом Потом он Начал молиться, чтобы исполнить Своему Духом Святым И казалось, ничего не происходит И он делал это какое-то время И потом однажды Он просто лег на диване В своем доме И сказал Я сдаюсь И в ту секунду Когда он сказал эти слова Дух Святой сошел на него И вот он лежал там Вдруг Он даже не молился Начал говорить на иных языках И Дух Святой сошел на него Знаете, иногда Мы пытаемся слишком много Надо просто открыться чуть-чуть В такой момент Знаете, он был серьезный парень Он так исполнился Бога Мне надо что-то делать И что он сделал? Он сошел в свою машину И поехал по городу Посещая друзей Они открывали двери Можно я вас обниму? И те думали Нет, нет, они так не думали И он просто Из дома в дом Обнимая всех подряд Что-то произошло с ним Что изменило его Аминь Так же и сегодня Когда ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то Иди к Богу Исайя 55 говорит Иди к водам Приходи и пей Иногда мы знаем, что что-то неправильно Но мы ничего не делаем с этим Но сегодня Пятидесятница Давайте пойдем в Ефесянам 5 И на этом будем завершать Ефесянам 5 Павел говорит очень прямо Очень просто Стих 18 И не упивайтесь вином От которого бывает распутство Но исполняйтесь Духом Назидая самих себя псалмами Словословиями И песнопениями духовными Поя и воспевая В сердцах ваших Господу Благодаря всегда За все Бога и Отца Во имя Господа нашего Иисуса Христа Он предоставляет выбор им Он говорит Исполняйтесь Духом Когда я читаю подобные вещи Я частенько задумываюсь Почему именно такая фраза употреблена Почему сказано Не упивайтесь вином Но исполняйтесь Духом Я верю К чему стремится Павел Когда люди пьют Когда жизнь печальна Когда ты одинок Когда проблемы становятся слишком большими Когда семья распадается Теряешь свою работу Частенько именно тогда люди начинают бить Когда не справляешься со тьмой С трудностями И Павел говорит Не делайте этого Если нужно что-то Бегите к Нему У Него есть Сила и на завтрашний день У Него есть Сила Чтобы получить и найти примирение Чтобы конфронтировать дьявол Чтобы снова вставать И продолжать двигаться вперед У Него есть сила Для нового начала У Него есть сила Чтобы противостоять искусителю У Него есть сила Чтобы быть свидетелем Отсюда И до края земли Не иди к бутылке Она ведет лишь к распутству Но иди к водам И слушай, что Христос сказал Если кто жаждет Пусть приходит ко мне и пьет И из чрева Его потекут реки воды живой Это сказано о Духе Потому что Дух не был дан еще Иоанн 7 глава И это Евангелие и для нас сегодня Когда нам нужно Мы можем также приходить Жаждущие Нищие духом И потом сказано Начинайте петь Что-то происходит с вами Бог наполняет вас Назидаясь Самих себя Псалмами, словословами Песнопениями, духовными Вкусите это слово Поя и воспевая в сердцах ваших Господу Благодаря Его